Здравствуйте! Неделя подошла к концу, а значит пришло время вспомнить о самых значимых ее событиях. В студии Мехребанка Сумова сегодня в выпуске. Мощная мировая площадка, где обсуждаются проблемы, которые волнуют многие страны. Значение Бакинского международного гуманитарного форума растет из года в год. Возмездие должно наступить. Считаю, что ни одно из подобных деяний не должно остаться безнаказанным. Российский депутат призвал приложить все усилия для признания на мировом уровне трагедии в городе Ходжалы 1992 года как геноцида азербайджанского народа. Общая история, религия, схожий язык и культура. Азербайджан и Казахстан отмечают 26-летие установления дипломатических отношений. Привлечение внимания общественности к стартап-движению и инновационным процессам. В Азербайджане проходит Международная неделя инноваций. Бакинский гуманитарный форум Сегодня Азербайджан стал мировым центром толерантности. Красноречивым свидетельством этому служит Бакинский международный гуманитарный форум, представляющий собой влиятельную научно-политическую платформу для обсуждения широкого круга вопросов, поиска путей решения актуальных проблем глобального масштаба, стоящих перед человечеством в 21 веке. Если два понятия «исламская солидарность» и «мультикультурализм» едины в своем стремлении, если проводится правильная государственная политика, поддерживаемая народом, тогда в странах не будет проблем. И современный Азербайджан служит ярким примером, свидетельством этому. Неудивительно, что мы проводим много мероприятий, посвященных гуманитарному сотрудничеству. Мультикультурализму придаем им важное значение. Но мы сами столкнулись с большой гуманитарной катастрофой. В результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 20% Азербайджана находятся под оккупацией. Глава государства обратил внимание участников форума на отсутствие механизма по принуждению Армении к выполнению норм международного права. Армения уже 25 лет игнорирует четыре резолюции Совета безопасности ООН и другие документы, требующие безоговорочного освобождения азербайджанских территорий. Единственный путь урегулирования Карабахского конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана, признанное международным сообществом. Армянские оккупационные силы должны быть выведены из охваченных территорий, как это указано в резолюциях Совета безопасности ООН, и граждане Азербайджана должны вернуться на свои земли. Нагорный Карабах – наша историческая земля, неотъемлемая часть Азербайджана. На протяжении веков наш народ жил и творил на этой земле. Наши исторические памятники и токремины говорят о принадлежности этих земель азербайджанскому народу. В обстановке нарастания этнических, расово-конфессиональных противоречий, распространения экстремизма Азербайджан с его мультикультуральными ценностями и исторически сложившимися традициями веротерпимости и добрососедства играет важную роль в качестве моста между различными культурами. Бакинский гуманитарный форум, проводимый с 2010 года, представляет собой инициативу доброй воли, направленную на стимулирование взаимного уважения и взаимопонимания народов и диалога между ними. Его инициаторами являются лидеры Азербайджана и России. Азербайджан проявляет особую инициативу во главе с президентом. Бакинский гуманитарный форум – это не просто формальное мероприятие, оно расширяется из года в год. Начиная с идеи мультикультурализма, оно позволило продвинуться еще дальше и выйти на новый уровень. По-моему, это феноменально. Этот форум значим, уникален и полезен для работы. Азербайджан взял на себя инициативу по объединению разных национальностей, культур, цивилизаций, и этот форум – один из мировых. Мне очень хотелось стать свидетелем вступительного приветствия, и оно доставило мне удовольствие. И люди, и человечество, живущие в этом мире, – единое сообщество. Важность и значимость форума подчеркивается большим количеством представителей различных государств, представленных здесь. В выступлениях подчеркивалось, что когда проводился первый форум, никто не предполагал, что он обретет такую популярность. Президенты и представители других государств отметили в своей речи, что Азербайджан сегодня играет главенствующую роль в укреплении и интенсивности гуманитарных, мультикультуральных отношений. Баку уже превратился в гуманитарную столицу. Проведение в шестой раз Бакинского гуманитарного форума в Азербайджане, в стране, который представляет синтез мусульманской и европейской культур, служит усилению его авторитета на международной арене, признанию его роли в вопросах международного сотрудничества. Эльнар Мамедов, Арида Шралова, Шамистан Мамедов, Дюнаэль Маргазы, Эльвин Хаджалиев, Сибиси. И в предыдущие годы и сейчас Бакинский международный гуманитарный форум вызвал большой интерес в мире. Об этом свидетельствуют комментарии, заявления, сделанные по его итогам. Эксперты, представители СМИ проводят анализы по поводу значения форума. Встречаются весьма интересные оценки, которые доказывают, что в мировом масштабе признается значение мероприятия, организованного Азербайджаном, и существует серьезное доверие к нему. Об итогах форума и его значении мы поговорим с израильским экспертом в области международных отношений Арье Гутом. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Гут, вы непосредственный участник Бакинского международного гуманитарного форума. Знаете о нем не понаслышке? Как вы оценили его нынешнее проведение, уровень организации? Я думаю, я уже почти пятый раз участвую на мероприятиях Бакинского гуманитарного форума. Конечно же, с каждым разом мы видим все больше и больше новых гостей. И я очень надеюсь, что это будут новые друзья Азербайджана. На самом деле, Бакинский гуманитарный форум – это великолепная платформа для того, чтобы… Экспертная платформа прежде всего, но наряду с экспертами мы видим и официальных, плюс которые участвуют. И на самом деле, это великолепная платформа для того, чтобы донести до мировой общественности правду об Азербайджане. В этом смысле, я могу отметить, что я участвовал на двух панелях данного форума. Одна панель была связана с мультикультуализмом и толерантностью. Вторая панель была в Университете Ада, связанная с созданием Международной ассоциации выпускников азербайджанских вузов. И поэтому все это очень интересно. И на самом деле, люди, которые приезжают вместе со мной, я общаюсь очень много, контактирую очень много с иностранными экспертами, говорим об этом. И реально мы понимаем, что эта платформа Бакинского гуманитарного форума может стать хорошей платформой для создания международной коалиции, для создания коалиции настоящих и преданных друзей Азербайджана. Конечно, каждый видит по-своему, например, я считаю, я об этом говорю очень много и в Министерстве иностранных дел, и с людьми в администрации президента. На самом деле, что это для нас очень хорошая модель для того, чтобы эти люди могли доносить правду. И вот на форуме, где я участвовал, было очень много представителей из США, из Германии, Италии, Франции. И, конечно же, очень важно, чтобы эти документы, эти результаты, этих дискуссий мы могли бы и возможность выводить именно на международную прессу, и чтобы это отражалось именно в международной прессе. Я, со своей стороны, конечно же, как вы знаете, стараюсь делать это, и надеюсь, что после моего возвращения будут напечатаны мои статьи. В Jerusalem Post будет информация и на 9-м, и 10-м израильских каналах, которые я считаю долгом и честью сделать для Азербайджана. В частности, о чем вы говорили во время вашего выступления на форуме? На форуме, прежде всего, мы говорили, тема была связана, первая панель была связана с мультикультурализмом и толерантностью. И реально, когда мы говорим о мультикультурализме и толерантности, я, в самом случае, подчеркиваю тот факт, что мы должны не забывать, что Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией. 20% территории Азербайджана оккупировано, в стране 1 миллион беженцев. Но, несмотря на это, Азербайджан остается страной мультикультурализма и толерантности. Именно все эти 26 лет этой необъявленной войны, за это время Азербайджан все равно продолжал проводить политику мультикультурализма и толерантности. Слушая президента Азербайджана, где он откровенным образом сказал, что мультикультурализм и толерантность – это образ жизни азербайджанского народа. Это часть нашей жизни. Это не реклама Азербайджана, это не промоушен Азербайджана. И тот факт, что, например, будучи гражданином государства Израиль, я всегда выражаю свою признательность и благодарность за то заботливое отношение к еврейской общине, и не только к еврейской общине, и к христианской общине такое же отношение. Учитывая, что Азербайджан находится в очень тяжелом геополитическом регионе, не будем забывать, что очень много непредсказуемых акторов на этом геополитическом лабиринте Южного Кавказа мы видим. Но при этом Азербайджан проводит свою независимую многовекторную политику, где у Азербайджана есть свое особое место. Азербайджан может договариваться и с Москвой, и с Тегераном, и с Анкарой, и при этом иметь хорошее и великолепное отношение с государством Израиля. Для нас это очень важно. Именно тот факт, что государство Израиль поддерживает Азербайджан, государство Израиль признает территориальную целостность Азербайджана. Израиль давным-давно выбрал Азербайджан своим стратегическим партнером. Именно все эти отношения, израильско-азербайджанские отношения, основаны прежде всего на великолепной дружбе еврейского и азербайджанского народа. Но тот факт, что, и об этом я почти каждый раз выступаю на международных платформах, говорю, что мы гордимся тем, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма. Евреи были не просто гражданами Азербайджана, и есть граждане Азербайджана. Они являются интегральной частью азербайджанского общества. И тот факт, сам факт, что горский еврей Альберт Агаронов стал одним из первонациональных героев Азербайджана, тоже говорит о том факте, что наша дружба, она бесценна, она непоколебима. Да, конечно, наши, в кавычках, армянские друзья очень любят говорить о том, что их раздражает азербайджано-израильское сотрудничество. И к этому тоже есть свои причины, потому что сегодня в Армении, вы знаете, что Армения является мононациональным государством. Еще один пример из гуманитарного форума, когда президент Азербайджана говорит о мультикультурализме и толерантности, говорит о том, что мы гордимся, что мы являемся этой мультикультуральной страной. Давайте посмотрим на Армению. Бывший президент Армении Серж Сарксян, который участвовал, являлся одним из организаторов, идеологов актов геноцидов в Азербайджанском городе Ходжалы. В одном из интервью российским каналам, когда у него спросили, что почему в Армении, кроме Армении, никто не проживает. Он сказал, ну знаете, мы с другими народами не можем жить. Возвращаясь к Бакинскому гуманитарному форуму, Бакинский гуманитарный форум реально сегодня является платформой, является интеллектуальным Давосом для мира. И сюда, когда мы видим представителей многих стран приезжать, вот недавно я встречался с американской журналисткой, об этом мы тоже говорили. И она говорит, на самом деле замечательная страна, где здесь вообще люди не чувствуют, вообще не знают, что такое антисемитизм. А если мы посмотрим на Европу, посмотрите, что сегодня творится в Европе. Антисемитизм и исламофобия – это часть сегодняшней Европы. Поэтому Азербайджан является реально образцом для всего мира, является образцом для исламского мира, в том числе, как можно жить, работать, сосуществовать. И, знаете, вот еще одну интересную мысль хочу сказать, что азербайджанское слово «терпимость» – это не то, что мы воспринимаем на Западе. На Западе, когда говорят «терпимость», имеется в виду, когда человек терпит. В Азербайджане, я думаю, что, я уверен в этом, что у азербайджанцев нет такого понимания терпеть евреев или христиан. Они просто уважают, они просто любят, и во время моего недавнего визита в Красную Слободу с израильскими журналистами еще раз подтвердили, когда израильские журналисты обратили на это внимание, потому что реально, они говорят, знаете, мы никогда такого не видели, чтобы в самую тяжелую часть, когда человек прощается с очень близким человеком, на кладбище пришли не только евреи, пришли азербайджанцы. И эти факты еще раз говорят, что мы и в горе, и в радости всегда вместе. — Господин Гуд, и в завершение один такой вопрос. Во время форума его проведения, на площадке форума вы общались с представителями самых различных стран. Наверняка говорили им об армяно-азербайджанском наборно-карабахском конфликте. Какова их реакция? Что они знали о нем? — Вы знаете, мы делаем очень, Азербайджан проводит очень много работы по поводу доведения правды о конфликте. Я думаю, все равно нам нужно продолжать эту работу, и реально многие об этом знают, могут знать не очень много. Общался с представителями российского экспертного сообщества. Мне было очень интересно пообщаться с американским представителем, например, Питер Тейс, который на самом деле, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, реально мы видим, что это человек, мы видим, что это эксперт. Реально на стороне справедливой позиции Азербайджана. Поэтому, чем больше у нас будет таких близких к Азербайджану людей, и поэтому я думаю, что это гуманитарный форум, великолепная платформа для того, чтобы собрать вокруг себя настоящих преданных друзей Азербайджана, которые будут в мире рассказывать и в США, и в Израиле, и в европейских странах о том, что реально происходит вокруг армяно-азербайджанского конфликта. — Они имели представление о конфликте? — Смотрите, Питер Тейс, о ком я говорю, да, реально имел представление. Он работает с Бакинским международным центром мультикультуализма, и поэтому у него достаточная информация. Нам надо стараться, чтобы таких людей было больше. Я думаю, что здесь должна быть определенная координация. С одной стороны, со стороны Министерства иностранных дел, дипломатического корпуса, который за рубежом. С другой стороны, представители диаспоры. Таким образом, все это координировать вокруг одной общей цели, для того, чтобы правда об Азербайджане, правда о справедливом решении армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта имело место. — Спасибо большое за участие в нашей программе. — Спасибо вам. Напомню, об итогах и значении Бакинского международного гуманитарного форума итогом недели рассказал израильский эксперт в области международных отношений Арье Гуд. Продолжаем выпуск. Сохранение активной роли Азербайджана на международном энергетическом рынке имеет для США большое значение. Об этом в Баку заявил советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. В ходе его визита в Азербайджан были обсуждены важные вопросы, в том числе сотрудничество Баку и Вашингтона в борьбе с глобальным терроризмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотических средств. — В рамках визита я провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Ильмаром Амельяровым, в ходе которых были проведены широкие обсуждения, в том числе по регулированию Нагорно-Карабахского конфликта, экономическому сотрудничеству Азербайджана и США, вопросам южногазового коридора. Мы также обсудили важную роль, которую Азербайджан играет на международном энергетическом рынке. Для нас имеет большое значение то, что сохраняется активная роль Азербайджана в этой сфере. — Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Азербайджан надеется на то, что деятельность государства председателя Минской группы ОБСЕ даст практические результаты, — подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Глава государства отметил важную роль США в поиске путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В свою очередь, Джон Болтон сказал, что в Вашингтоне понимают, что вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта имеет для Баку самый высокий приоритет. Он назвал одной из целей своего визита в регион Южного Кавказа — получение более обширной информации азербайджанской стороны по этой проблеме. После Азербайджана Джон Болтон отправился в Армению. Итак, что сулит данный визит в регион итогом недели прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам, бывший сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза. Визит на Южный Кавказ, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, является важным событием. Это самый высокопоставленный человек, чиновник, который посетил этот регион в течение администрации президента Трампа. Можно сказать, что это отражает, надеюсь, что, наконец, Белый дом обращает внимание на этот очень важный регион с точки зрения стратегии США. Я считаю, что во время встреч, особенно в Баку, коллеги из правительства Азербайджана, как Армении, в Ереване, хотели обсуждать вопрос урегулирования Карабахского конфликта. Это естественно. Наверное, в Баку, насколько я понимаю, тоже они обсудили вопрос Южного коридора. Я знаю, что господин Болтон, он в курсе более или менее вот этой стратегии, которая началась вот не только во время президента Клинтона, но, конечно, в 94-м году, когда был подписан, конечно, вот так называемый контракт века. Да, господин Болтон в курсе всего этого. Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан крайне важен с точки зрения двусторонних отношений и вопросов региональной безопасности. Такое мнение высказали в Азербайджане. А вот в Армении, куда затем отправился Болтон, визитом остались недовольны. В республиканской партии этой страны заявили, что советник Дональда Трампа прямым текстом призывает Ереван идти на территориальные уступки Азербайджану в вопросе Нагорно-Карабахского конфликта. Отметив, что РПА решительно выступает против принципа территории в обмен на мир, вице-спикер армянского парламента заявил, что руководство Армении должно дать четкую оценку заявлениям американского чиновника. Напомню, что не так давно и посол США в Армении, завершая дипмиссию, подчеркнул, что армянской стороне придется пойти на компромисс с Азербайджаном для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В результате в армянских политических кругах обрушился шквал обвинений в адрес американского дипломата. Должны быть приложены все усилия для признания на всех мировых площадках трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа. Это заявление российского депутата Дмитрия Савельева на церемонии открытия парка Ходжалы и памятника жертвам Ходжалинской трагедии в турецком городе Кайсири. Позже в интервью СБС Савельев сказал, что идет работа над включением в повестку Госдумы Российской Федерации этого вопроса. Геноцид в азербайджанском городе Ходжалы – самая кровавая страница в истории армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенде и на тот момент Степанакерт 366-го бывшего советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате были убиты 613 человек, из них 63 ребенка, 487 человек ранены, 1275 взяты в плен. Считаю, что монументы в память о такой страшной трагедии о геноциде азербайджанского народа должны быть открыты во всех уголках мира, чтобы подобная страшная трагедия нигде не повторялась больше. Действительно, когда смотришь на фотографии убитых детей, ну, невозможно сдерживать слезы. И вот души убиенных, невинно убиенных с небес нас вызывают к справедливости. Да, действительно, я считаю, что возмездие должно наступить. Считаю, что ни одно из подобных деяний не должно остаться безнаказанным. О ситуации в Армении. Никол Пашинян, как и было ожидаемо, не был избран на этой неделе премьер-министром. Подав в отставку 16 октября, Пашинян тем самым хотел добиться до срочных парламентских выборов в декабре. План наполовину он выполнил, за него не проголосовали. Через несколько дней второй этап. Если и тогда ситуация повторится, а она, вероятнее всего, повторится, то парламент должен быть распущен. Армения – парламентская республика, и уже понятно, что борьба за места будет достаточно зрелищной. Между тем, Никол Пашинян не прекращает высказываться по Нагорно-Карабахскому конфликту, снова говоря об участии сепаратистского режима Карабаха как части переговорного процесса. По мнению экспертов, подобные заявления направлены в адрес избирателей перед парламентскими выборами в Армении. Есть разные дипломатические решения, но если предлагает Никол Пашинян участие Нагорного Карабаха, тогда в выборах должна участвовать и азербайджанская община Нагорного Карабаха, та самая многотысячная община, которая подверглась варварским этническим чисткам. И была вынуждена покинуть как территорию Нагорного Карабаха, так и территорию семи районов вокруг Нагорного Карабаха, которые контролируются армянскими войсками. Ответственной стороной конфликта является Армения, потому что она, применив силу, оккупировала наши земли. Наличие армянских войск на оккупированных землях Азербайджана доказывает, что Армения является ответственной стороной, поэтому Армения не сможет избежать ответственности. Она должна вывести свои войска с оккупированных земель. Такая вредная риторика противоречит духу беседы, которая была проведена лидерами в Душанбе. Стабильные, интенсивные и с высокой степенью надежности и доверия – так сегодня развиваются азербайджанно-казахстанские отношения. Страны связаны общими тюркскими корнями, культурными и историческими ценностями. Все это укрепляет и расширяет стратегическое партнерство Баку и Астаны. Стороны активно поддерживают друг друга в рамках региональных и международных организаций. В этом году со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном прошло 26 лет. Азербайджан и Казахстан связаны общей историей, религией, схожими языком и культурой, географической близостью. Регулярно проходят двусторонние встречи на высшем уровне. Активно осуществляются межпарламентские контакты. Два государства взаимодействуют по линии министерств и ведомств, СМИ и институтов гражданского общества. Основу плодотворного сотрудничества между странами были заложены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В этом году Баку и Астана отмечают 26-летие установления дипломатических отношений, а также 25-летие создания Республиканского общества дружбы Азербайджан-Казахстан имени Гейдара Алиева. По этому случаю в посольстве Казахстана в Баку состоялось торжественное мероприятие. Азербайджан имеет свои хорошие давние корни с Казахстаном. 37-е годы, репрессивные годы, были местом ссылки наших соотечественников, которые около 40 тысяч были насильственно сосланы, но думали, что жизнь их будет уже на этом завершена. Они выжили. Они дали прекрасные, как говорится, деятели науки, культуры, образования казахскому народу. Ихние правнуки, их дети сейчас являются полноправными членами общества, независимыми Казахстана. Баку и Астана поддерживают друг друга в рамках региональных и международных организаций. В главной проблеме Азербайджана урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карамахского конфликта Казахстан выступает за мирное решение проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права. Свою справедливую позицию по этому вопросу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще раз озвучил в преддверии вступления Армении, страны-агрессора, в Евразийский экономический союз в мае 2014 года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2014 году предложил Армении присоединиться к ЕАЭС в рамках границ признанных организацией объединенных наций, то есть без оккупированного ею Нагорного Карабаха Азербайджана. На различных международных площадках, конференциях, форумах, симпозиумах на политической арене Нурсултан Назарбаев всегда поддерживает Азербайджан. Высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Казахстаном положительно отражается и на торгово-экономическом сотрудничестве. Азербайджанские инвесторы проявляют заинтересованность казахстанского рынка и активно инвестируют в его экономику. А уже скоро, 30-31 октября, в Баку состоится очередное заседание Азербайджана-Казахстанской совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом журналистам сообщил посол Казахстана в Азербайджане Бибит Исабаев. Дипломат огласил повестку мероприятия, подчеркнув, что сегодня экономическое сотрудничество двух стран активно развивается. По его словам, в ходе предстоящего заседания также будет заслушан отчет о проделанной работе по тем задачам, которые были поставлены в рамках апрельского визита 2017 года президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан и реализации протокола за прошлый год. Также мы намечаем, какие задачи предстоит перед нашими правительствами, перед нашими министерствами в течение 2018-2019 года. Основные сферы взаимодействия, как вы знаете, это транзитно-транспортная, логистическая сфера между нашими странами, продукты сельского хозяйства, в энергетической сфере, в химической сфере. И многие, многие сферы нашей торгово-экономической отношения. В ходе официального визита главы нашего государства, уважаемого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, в прошлом году, в апреле, в Баку, в Азербайджан, главами наших государств было принято решение, и они поставили такую задачу, чтобы мы увеличили взаимный торгово-экономический оборот до 2019 года в два раза. Но, как вы видите, уже по итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот будет расти примерно на 90-95%. То есть, не дожидаясь 2019 года, мы уже в течение этого года, можно сказать, достигли тех задач, которые были поставлены уважаемыми нашими президентами. Сегодня взаимный торгово-экономический оборот между Азербайджаном и Казахстаном по итогам девяти месяцев по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 70%. Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран, стоит подчеркнуть, что стороны придают особое значение расширению связей в этом направлении. В Бакинском государственном университете функционирует Центр казахского языка, истории и культуры имени великого казахского поэта, писателя и философа Абая Кунанбаева, где за почти 10 лет его функционирования проведен ряд совместных мероприятий. Я сама родом из Казахстана, родилась там, окончила школу. Можно сказать, что самую основную часть своей жизни провела в Казахстане. Казахстан всегда моя родина, была, есть и останется. Вы знаете, в Низамии великого есть такие слова, слова, идущие от сердца, западают в душу. Естественно, когда я рассказываю студентам, веду лекции по казахской литературе, каждое слово проходит через мое сердце, это, естественно, западает в душу моих студентов, потому что эти слова говорят с любовью. Азербайджан и Казахстан имеют общие корни, культуру и историю, и потому есть большой интерес к взаимному изучению литературы. Произведения известных, лица писателей двух братских народов переводятся на оба языка. Издана книга Нурсултан Назарбаев «Жизненный путь». Она переведена на азербайджанский язык. За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между двумя странами президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награжден высшей наградой Азербайджана – орденом Гейдар Алиев. Сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма – один из приоритетов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. По ее словам, количество туристических поездок между двумя странами достигло исторического максимума. Этот показатель в будущем будет только расти. Сейчас, отметила Голодец, осуществляется реализация проектов по развитию Каспийского туризма. В России крайне интересен вопрос развития речного и морского туризма в Каспийском акватории, поскольку данная сфера имеет хорошие перспективы, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. По ее словам, РФ и Азербайджан объединят свои усилия для организации круизного туризма на Каспии. В данный момент для реализации проекта уже строятся круизные пассажирские судна. Вы знаете, что сейчас на двух заводах Российской Федерации строятся два больших судна класса река-море, и эти суда предназначены именно для развития туризма в районе Каспия. Мы видим огромный потенциал, спрос будет, мы в этом уверены, и мы с нетерпением ждем старта этой программы. Сейчас наш объем туристических поездок достиг исторического, как нам казалось, максимума, но к концу года мы ожидаем, что он увеличится. По ее словам, в 2017 году Россию посетило более 900 тысяч туристов из Азербайджана, в то время как в обратном направлении турпоток составил 750 тысяч человек. Эта цифра растет не по дням, а по часам, отметила Ольга Голодец. Сегодня Азербайджан – это интереснейшее направление для отдыха и туризма, точно так же, как Россия сегодня представляет много интересных маршрутов. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы открывалось много маршрутов, ориентированных на разные категории населения, которые учитывают разные интересы людей для разных возрастных групп. Мы сделаем так, чтобы наши люди чаще встречались и понимали, и знали культуру друг друга. Отметим, что согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе между Азербайджаном и Россией до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного судна в Баку. Первое время туры будут осуществляться по маршруту Астрахань-Баку, но с 2020 года они будут проходить и из других российских городов. Главное IT-событие месяца, Международная неделя инноваций стартовала в Азербайджане. Основная цель привлечения внимания общественности к стартап-движению и инновационным процессам в стране. В рамках недели, которая началась 26 и продлится до 30 октября, в Баку будет организован ряд мероприятий, в которые вовлечены все подразделения Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Отмечу, что Азербайджан имеет собственную модель в инновационной сфере. Ведущие тренды мирового цифрового маркетинга, роль инфлуенсеров в современном обществе стали основными темами обсуждений первого глобального конгресса Global Influencer Day. День глобального инфлуенсера запомнился интересными выступлениями, семинарами и презентациями. Инфлуенсеры, наряду с распространением интересного контента, занимаются продвижением продукции и услуг. В рамках проекта его участники получили возможность познакомиться с последними новинками в сфере высоких технологий и инноваций. Приняли участие в ряде интерактивных мероприятий. На конгрессе выступило множество зарубежных спикеров. Я очень надеюсь, что вот эти новые технологии помогут вашей стране и в остальных странах очень быстро продвигать инновации, такие как, допустим, Internet of Things, 5G-технология интернета, роботизация, автономные работы и так далее. У нас уже реально четвертая технологическая революция уже настала. И поэтому, если страны будут отставать, через 2-3 года мы увидим большую дифференциацию от стран, которые не догнали технологию и которые на тренде, и это не зависит от того, страна маленькая или большая. Главное вовремя успеть, так сказать, войти в поезд. Мне очень приятно было, потому что Азербайджан вот буквально пару дней назад стала единственной страной, которая выдала M-Residency в мире. И это очень большой шаг. И как бы второй страной после Эстонии E-Residency, то есть в рамках Digital Trade Hub. То есть в этом плане многим странам можно научиться у Азербайджана. И Азербайджан сейчас находится в правильной пути развития именно технологического процесса, цифровизация, внедрение новых технологий. Участником Конгресса также был представлен робот София, считающийся самым развитым искусственным интеллектом в мире. София предстала перед присутствующими в азербайджанском национальном костюме и поприветствовала их. Образ для Софии создала известный художник-модельер, заслуженный деятель искусства Азербайджана Пахрия Халафова. Для того, чтобы создать наряд для Софии, надо было выдержать все технические показатели. Начиная от того, что наряд должен быть определенного веса, но костюм должен был полностью подчеркнуть особенности женского силуэта. При всем при этом, конечно, сложности были в том, что технически его надо было шить по-другому, потому что много было нюансов, которые надо было учесть. И невозможность того, чтобы можно было сделать подкладку, какие определенные проклейки, этого всего сделать было невозможно. Естественно, как главный аксессуар, я добавила наш платок национальный Келагаи, потому что он имеет свою историческую ценность, значимость, и он занесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Участники Международной недели инноваций получили шанс познакомиться и сфотографироваться с Софией, первым роботом на планете, который получил гражданство. Робот-гуманоид владеет английским и русским языками. В течение недели инноваций в Баку вплоть до 30 октября пройдет серия мероприятий. Большинство из них направлены на повышение интереса молодежи к современным информационно-коммуникационным технологиям и компьютерной технике. Эсмир Алиева, Руфат Оликперов, CBC. Это были самые значимые события недели, касающиеся нас и нашего региона. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова